Добрый вечер! Вы смотрите Актуальную тему в студии Екатерина Устюшенко. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Баклашкин, первый заместитель и руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства. Дмитрий Викторович, здравствуйте! Добрый день! В Бурятии не успел закончиться один пожароопасный сезон, как уже идет подготовка к следующему. Вот какие планы на будущий год? Да, действительно это так. Подготовку к пожароопасному сезону 2018 года мы начали еще в третьем квартале 2017 года. В рамках подготовки к очередному пожароопасному сезону мы начали проводить противопожарные мероприятия. Что это значит? Это устройство минерализованных полос в лесах в целях недопущения распространения лесных пожаров. Это проведение профилактических выжиганий горючих материалов. То есть в сентябре-октябре месяце жители республики наблюдали задымление в лесах. К нам поступало многочисленное обращение по этому поводу. Но вместе с тем мы предварительно предупреждали, что в настоящее время ведутся профилактические работы уже в рамках подготовки к пожароопасному сезону следующего года. А также проводились сжигания порубочных остатков на местах лесозаготовок. В настоящее время данная работа продолжается и будет продолжаться до наступления пожароопасного сезона следующего года. Кроме того, в настоящее время идет формирование планов тушения лесных пожаров по лесничеству. Данная работа ведется совместно с органами местного самоуправления, с лицами, использующими леса, нашими подведомственными структурными подразделениями. С лицами, использующими леса, уже заключены соглашения о взаимодействии по тушению лесных пожаров. Данными соглашениями предусмотрено определенное количество людей и техники, которые будут задействованы на тушении лесных пожаров в следующем году. Лесники, ваше проходит какое-то обучение? Да, вот я об этом и хотел сказать. Значит, у нас разработан график обучения руководителей тушения крупных лесных пожаров совместно с Бурятским лесопромышленным колледжем. То есть, данный график предусмотрен на первый квартал 2018 года. Предварительное количество обучаемых лиц, то есть руководителей тушения крупных лесных пожаров, составляет 50 человек. С местным населением вы как-то проводите профилактику, я имею в виду в зимнее время или в осеннее? Каким образом? Да, профилактика проводится она в течение всего года. У нас нет подразделений зимнее, летнее время. То есть, в настоящее время на местном уровне проводятся, во-первых, это сходы граждан, да, в сельских поселениях собираются люди. В этих сходах участвуют лесники. И о наиболее наболевших вопросах, а также об итогах пожароопасного сезона, о планах на следующий год, ну и другие лесохозяйственные моменты, которые возникающие вопросы. То есть, на этих сходах пытаемся мы все вопросы снять. Кроме того, очень активно мы работаем со школьниками и дошкольниками. То есть, проводятся лекции в школах, в детских садах, проводятся различные конкурсы, конкурсы рисунков. В настоящее время запущен у нас конкурс видеороликов. То есть, лучший видеоролик в последующем будет транслироваться уже как на телевидении, так и в других местах массового пощищения людей. Конкурс продолжается, да, как понимаем? Много раз говорили о внедрении беспилотников при мониторинге лесных пожаров. Как вот с этим стоят дела? Да, этот вопрос начали прорабатывать весной этого года. Значит, Бурятия была выбрана в качестве пилотного проекта. То есть, нами в рамках проработки этого пилотного проекта были определены пять лесничеств, наиболее горимых лесничеств. Да, это Заиграевская, Хоринская и Равнинская. Ну, те, которые недалеко от города расположены. Вот. Нами был разработан проект технического задания, направлен в Рослесхоз для рассмотрения. Ну, и в настоящее время в рамках защиты бюджетных проектировок будет рассматриваться вопрос, то есть, защита бюджетных проектировок, это имеется в виду выделение финансовых средств на тушение лесных, на не только на тушение, а полностью на все виды работ, на все виды работ по лесному хозяйству, в том числе охрана лесов от пожаров, ну, и предупреждение пожаров на 2018 год. В рамках защиты бюджетных проектировок будет рассматриваться вопрос по внедрению уже беспилотников для мониторинга пожарной опасности в лесах в 2018 году. Вообще затрат на это или нет? Сколько примерно вообще требуется в Бурятии таких беспилотников? Вот вы говорите, пять, да, по-моему, районов там. Хватит ли? Да, ну, на эти пять районов, по нашим расчетам, то есть, мы при расчетах закладывали четыре беспилотных летательных аппарата. То есть, это два самолетного типа и два вертолетного типа. Вот, ну, если, что касается затратно-незатратно, если сравнивать с малой авиацией, с самолетами, вертолетами, конечно же, это дешевле. Это в полтора-два раза дешевле, чем малая авиация. Вот, но и свои минусы, свои плюсы есть. Ну, плюсы, какие беспилотники? Дальность полета, возможность запуска их в любое время. Вот. Ну, охват на рабочей территории, может быть, да? Да, охват территории у них тоже большой. А есть какой-то анализ, насколько это может сократить количество лесных пожаров? То есть, это как предупреждение, да, я как понимаю? Там чуть-чуть возгорание где-то появилось, сразу... Ну, да, первоочередная задача беспилотной авиации – это предупреждение лесных пожаров. Вот. То есть, если мы, допустим, поднимаем беспилотный аппарат, и, как правило, у нас в течение пожароопасного сезона действует ограничение на посещение лесов, то есть мы, в первую очередь, можем увидеть, что в лесу находятся лица какие-то, оперативно выехать туда и уже на месте определиться, законно-незаконно они там находятся, провести профилактическую беседу, попросить их покинуть территорию лесного фонда. И вторая задача – это обнаружение лесных пожаров на малых площадях. То есть, при обнаружении пожаров на малых площадях нам позволяет также оперативно реагировать, оперативно выезжать на них и, соответственно, тушить так же само на малых площадях. Ну, и кроме того, что мы должны с вами беречь лес, у жителей Бурятии есть неотъемлемое право пользоваться лесом. Вот как в этом году дело обстоит с выделением древесины жителям Бурятии? Как происходит заготовка? Вообще субсидии какие-то выделяются? Нет, на самом деле субсидии не выделяются. То есть, порядок не изменился по заготовке древесины гражданами как для собственных нужд, так и в целях предпринимательской деятельности. То есть, граждане обращаются в любое лесничество, где им будет удобно заниматься заготовкой древесины, предоставляют необходимый пакет документов. После рассмотрения этого документа производится отвод лесосек, ну и, соответственно, выделение древесины. Ну, то есть, бесплатная? Нет, бесплатной древесины нет. Ну, какие-то льготы там есть? Или вот какая стоимость сейчас? Сколько кубометров может одна семья заготовить, допустим? Да, такие нормативы, они установлены, установлены законом Республики Бурятия. То есть, граждане могут получить для строительства, но, опять же, это не бесплатно, это все за плату. Для строительства они могут получить 200 кубометров древесины один раз в жизни. На ремонт дома, на дворных построек до 50 кубометров древесины. Для огораживания, то есть, для строительства заборов, изгородей, это 5 кубометров. И для дров, на дрова, так скажем, да, для цели отопления 20 кубометров ежегодно. Каждый год. Да, ежегодно 20 кубометров. Ну, и, конечно, скоро Новый год, и многие жители у нас предпочитают ставить живые ели. Вот, где их купить, чтобы, во-первых, не оказаться вне закона, да, у кого их купить и с какого числа начнутся продажи? Что касается насчет, где купить, то есть, начну по порядку, да. То есть, вообще, правом заниматься заготовкой деревьев, хвойных пород для новогодних праздников, ну, в нашем случае это сосна, да, могут только индивидуальные предприниматели и юридические лица. Что касается заготовки деревьев для новогодних праздников на землях лесного фонда. Вот. Значит, на основании аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи и саждений. Первый аукцион уже состоялся. Он состоялся на прошлой неделе у нас, в пятницу. Вот. И порядка десяти лесничеств выставили лоты по заготовке елочек, будем их так называть, да, несмотря на то, что это сосны. Что касается города Улан-Удэ, то в данном случае у нас выиграл аукцион автономного учреждения Республики Бурятия за Байкальской базой авиационной охраны лесов. Они находятся на Оршане, это улица Шевченко, 130. Поэтому жители могут туда обращаться в целях приобретения елочек. То есть одна организация у нас выигрывает, то есть ни две, ни три, да? Нет. Вообще выиграть может любой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. Но по результатам вот этого первого аукциона, который у нас прошел, выиграл за Байкальской авиабазой, как я уже сказал. То есть сейчас формируются лоты для проведения второго аукциона, поэтому любые, то есть желающие индивидуальные предприниматели могут поучаствовать в этих аукционах. В случае победы, соответственно, заниматься заготовкой и реализацией древесины. Какие-то лицензии им потом выдают? Ну, то есть, или, может, сертификат? Да. По результатам аукциона заключается договор купли-продажи лесных насаждений, который является основанием для заготовки древесины. Я хотел бы еще отметить, чтобы было понимание у жителей нашей республики, что заготовка елочек, она производится на тех местах, на которых нами в последующем проводятся профилактические предупреждающие мероприятия. То есть они вырубаются на противопожарных разрывов, на линиях электропередач, на непокрытых, необлесенных территориях. В перспективе при проведении профилактических противопожарных мероприятий они в любом случае будут убираться, чтобы по максимуму распространение огня приостановить в случае его возникновения. Поэтому ущерба природе данная заготовка елочек не наносится. Стало легче. А сколько будет стоить елка примерно? Ну, стоимость елочек не сильно будет отличаться от прошлого года, от 2016 года. От 300 до 500 рублей, в зависимости от размера. То есть размеры могут быть разные, от полутора до трех метров. А с какого числа можно уже покупать заготовку? После 20 декабря уже можно на законных основаниях приобрести по вышеуказанному адресу, как я сказал. И если жители замечают какие-то противоправные действия, куда можно обращаться в агентство лесного хозяйства? Как? По телефонам, по службу и так далее? Да, вообще, мы уже неоднократно говорили, но я с удовольствием повторюсь. На территории республики действует круглосуточный телефон доверия, номер телефона 204444. Поэтому по всем фактам нарушений природоохранного законодательства, по возникающим вопросам в рамках лесных отношений можно туда обращаться. Кроме того, можно обращаться в лесничество на местах, в лесничество, в лесхозы, непосредственно в агентство лесного хозяйства. То есть все контакты можно посмотреть на сайте агентства лесного хозяйства. Там все телефоны, адреса, все указаны. Дмитрий Викторович, а если кто-то самостоятельно захочет срубить ель? Да, я хотел на этом моменте тоже остановиться. То есть, как я уже выше сказал, что заготовкой заниматься могут только юридические лица, индивидуальные предприниматели на основании разрешительных документов. Но у нас не прекращаются случаи, даже при том условии, что проводится грандиозная профилактическая работа в части предупреждения людей о том, что если они самостоятельно пойдут в лес готовить елочки новогодние, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Вот. То есть если... Не важно, где он будет срубить елку. То есть даже в том месте, где вы бы сами ее срубили. Да, не важно. То есть нет разрешительного документа, соответственно, уже предусмотрена административная ответственность. И для статистики, могу привести статистику за прошлый год, то есть в рамках пресечения вот этих нарушений незаконной заготовки хвойных молодняков специалистами Республиканского агентства лесного хозяйства, структурных подразделений, то есть лесничеств совместно с МВД по Республике Бурятия проводится усиленное патрулирование лесов. В прошлом году по результатам проведения патрулирования, их было более 500 таких рейдов проведено, то есть было задержано около 10 граждан, которые незаконно заготавливали хвойные молодняки. Соответственно, в отношении этих граждан были возбуждены административные производства, административные дела, и они привлечены к административной ответственности. И хотелось бы сказать, что штраф за незаконную рубку одной елочки составляет от полутора тысяч рублей. Поэтому в данном случае, по нашему мнению, все-таки дешевле, наверное, будет ее купить за 200-300 рублей на елочном базаре, так назовем его, чем впоследствии оплачивать административный штраф. Вы контролируете только в лесу, или, допустим, покупаю, пришла я покупать елку, купила, и мне должен чек при ней быть. Ну, вот купила, и надо чек при себе иметь, или какие-то еще документы. Как-то проверять? Нет, наши полномочия, они ограничиваются только землями лесного фонда, лесом. То есть на территории муниципальных образований городских и сельских поселений мы не имеем права, не можем осуществлять надзорную деятельность. Но, тем не менее, люди наступают на одни и те же грабли каждый год. Да. Ну что ж, это была программа «Актуальная тема». Напомню, в нашей студии был Дмитрий Баклашкин, первый заместитель и руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства. До свидания. До свидания.